Все ожидали конца света, но кто-то готовился к конкретному переходу на конкретно новый уровень. Чаще всего люди другие остальные крутили у виска и говорили, что ну да-да, в общем-то готовьтесь, кто-то покупал там места в ковчеге. По-разному, все проходили процессы очень по-разному. Не беда, что есть дураки, беда, что они не все вместе ходят, понимаете, и нормально мешают жить. События произошли в эти даты не случайно, если смотреть с точки зрения астрологии. И сейчас в любой точке что-то происходит, это касается всего мира. Будет переселение вот именно на африканский континент. Да я бы купальник одела по такому случаю. Все же эксперты, гости, ведущие, все в купальник. Честно говоря, для меня перевернулась вселенная. До 2018 года, ну, будет еще чуть-чуть много плохого, но зато потом кончится. Тема программы сегодня – ось катастроф от заката в Ницце до рассвета в Стамбуле. У каждого человека в любой ситуации, даже самой сложной, даже если это теракт, есть своя роль. Это была просто вот своя миссия вот для нас. Вот этот вот страшный день – это уже рубеж, и дальше будет лучше. Наверное, вопрос, как остановить, а не как это будет развиваться. Кто-то молится, кто-то просит. Каждая такая катастрофа, она дает задуматься о том, какой же именно выбор мы хотим сделать в будущем. Но на протяжении последних сотен лет скопилась энергия агрессии, злости, ненависти, это репрессии, это множество событий. И сейчас происходит уникальный переход планеты Земля. Мы просто с гостями называем его путем – это путь смерти. У каждого человека есть дата смерти, и он не может изменить ее даже на минуту. У человека есть две-три возможных даты смерти, и в зависимости от его пути, от его выбора, он ее приближает, либо откладывает. Я не имею права осуждать ничьи мнения, они имеют место быть. Серьезно, тут мы страдаем, на этой земле. Что связывает Одессу и Лазурный берег? Почему? Это мой личный анализ, потому что я начала копать, понимать, кто там был, когда там был, сколько было украинцев, в процентном соотношении. Вот мы получили именно такую статистику. Подобные события, которые видели ваши глаза, украинцы, жители теплого края, Одессы, могут быть в ближайшее время на вашей территории. То есть это был намек высших сил, людям на то, что именно вот эти страны, этот кусочек страны будет в опасности. Непонятно, как поступить с этой информацией. Ее из программы вырезать или оставить? Наше общество бежит от нервного срыва до нервного срыва. А как успокоиться? Как привести себя вот в это вот состояние нормы? Как обнулиться? Как успокоить своих детей, своих близких, своих родителей, своих вторых половинок? Перестаньте бояться. Жизнь прекрасна. Юрий, это на вас я так реагирую? Я не могу понять, или это у меня стресс после теракта? Давно у меня не было такого шейкинга. Так приятно, необычненько. После 10 лет в эфире.